Моя основная задача как специалиста в области медицины сна, это не назначить человеку снотворное. Фактически назначение снотворного при нарушении сна, ну, бессонница, это ведь фактически не болезнь, это симптом каких-то заболеваний, которые приводят к нарушению сна. Это порядка 50 заболеваний. То есть, соответственно, назначение снотворных всем подряд, это большая врачебная ошибка. А особенно мы уже про опною вообще говорили, что это трагическая ошибка. Ведь 4-5 недель приема снотворного – это уже зависимость. А представьте себе, допустим, ну, совсем банальная ситуация. Ко мне некоторое время назад обратился один общественный деятель. Выпивал 20 чашек кофе и выкуривал 60 сигарет. И пришел ко мне с жалобами на проблемы с засыпанием. Я бы, наверное, просто умер от такой дозы никотина и кофеина, да? А он говорил, дайте мне таблетку, чтобы я хорошо засыпал. Вместо того, чтобы просто убрать кофеин, который стимулятор нервной системы. Другая ситуация. Допустим, есть такой синдром беспокойных ног и периодических движений и конечностей во сне. Когда у человека перед сном возникает крайне неприятное ощущение в ногах, вынуждающие ими пошевелить. Человек сначала не может заснуть. Но даже если он заснул, через некоторое время ноги начинают немножко подергиваться. И будить мозг. И при этом нужно давать не снотворные, которые лечат симптом, а специальные препараты, которые влияют на двигательную активность. А назначив снотворное, мы фактически через полгода человек начнет принимать две таблетки, через год три таблетки, через три года он будет по три таблетки и двух-трех снотворных принимать. То есть фактически это немножко растянутая во времени наркомания. То есть вот цена, просто банально на тебе таблетку и пойди попей. А в итоге нам приходится сталкиваться фактически с лекарственными наркоманами.